Как говорит народ, от сумы и тюрьмы не зарекайся. А еще никогда не знаешь, когда и кому из твоих близких может понадобиться жизненно необходимая помощь. Запорожанка Татьяна Волошина говорит, когда раньше бросала пожертвования в урну для благотворительной помощи на лечение больных детей, даже не думала о том, что однажды подобная помощь понадобится и ее детям. Говорит, отдавать это намного легче, чем просить. Но теперь вынуждена обратиться ко всем неравнодушным запорожцам. Семья Волошиных с виду обыкновенная запорожская семья. Нет, пожалуй, не обыкновенная, а на порядок жизнерадостнее, чем многие другие. Здесь все улыбаются, а в доме всегда шумно из-за трех маленьких разбойников – семилетнего Вани и двухлетних двойняшек Лизы и Леши. Последние появились на свет раньше срока – на шестом месяце развития. Счастье от рождения двойного чуда омрачилось буквально сразу. Первые три месяца Татьяна находилась с детьми в роддоме. У тех врачи диагностировали множество различных заболеваний. Только выписали с очень такими страшными диагнозами – сепсис крови, и гидроцефалии, и пневмонии, и анемии. Ну, много там и сердечки были не в норме. Но самое страшное случилось спустя чуть более полугода, когда маленький Леша вырвал кровью. Как оказалось, у ребенка портальная гипертензия – повышенное давление в системе воротной вены, вызванное нарушением кровотока в сосудах и венах. Запорожские медики объяснили, что необходимую операцию для спасения ребенка лучше всего сделают в Москве, куда семья и отправилась в экстренном порядке. Говорят, очень благодарны благотворительному фонду «Счастливый ребенок» и его меценатам, которые помогли тогда необходимыми 10 тысячами долларов для проведения операции. Однако, как выяснилось позже, медицинское вмешательство не дало ожидаемого результата. Так же случилось и во второй раз, когда семья снова смогла собрать средства на вторую операцию. Врачи объяснили, что ребенок слишком маленький, поэтому установка шунта, которая выполнялась, не помогает. Решили делать пока склерозирование – склеивание вен. Два этапа склерозирования мы уже провели этой осенью. Вот сейчас, 31 января, мы должны быть на третьем этапе склерозирования. Каждая госпитализация – это круглая сумма. Первые два шунтирования почти миллион рублей вышли. Это около 20 тысяч долларов. Сейчас для лечения Леши семье необходимо 38 тысяч гривен. И это только стоимость операции, не считая переезда и проживания. Татьяна Волошина находится в декретном отпуске. Ее муж работает на Запорожском трансформаторном заводе, начальником участка. Как бы ни помогали коллеги, родные и близкие, необходимой суммы, говорит Татьяна, у семьи нет. Надежда только на людей, на обычных людей, как мы с вами, которые помогают 5-10 гривен, россияне 150-20 рублей. Не бывает, простите, что так мало, мы больше не можем. Не бывает маленькой помощи. Помощь, она либо есть, либо ее нет. Вот в чем важно. Люди, если помогают, даже если 5 гривен, кто сколько сможет, у кого-то может быть просто нет. А вот 5 гривен, а вот с каждой цепочки, если бы, то получается человеку здоровая жизнь, вера в будущее, что он будет не то, что здоровым бегать правильно, он просто будет жить. Здоровье, то, конечно, будем потом, а вот нам все, мы сейчас боремся пока за жизнь. 38 тысяч гривен семье Волошиных необходимо собрать до 25 января. Эту сумму, возможно, собрать и гораздо быстрее, если те, кто могут, пожертвуют посильную помощь. Даже 20 гривен от каждого из нас способны подарить Леше Волошину жизнь.